всем привет друзья сегодня мы с вами познакомимся с новым range rover evoke мы давно ждали смену поколения этой модели важно сказать что evoke оставался последней моделью которая была построена еще на платформе ford то есть общая платформа с ford куга общие агрегаты отныне все иначе машина за моей спиной это уже тележка непосредственно land rover это мотор ингениум land rover и если уж проводить какие-то параллели искать ближайшее родство родственников этой машины то это скорее всего ягуар и пейс самый компактный самый маленький кроссовер семействе так вот база очень похоже 9 ступенчатый автомат дизельные бензиновые моторы схожие характеристики если говорить про размеры вот общие размеры evoke остались прежними и честно говоря издалека если посмотрите надо всматриваться что это это новый evoke это старый evoke потому что силуэт общей линии общей концепции осталось прежним это было очень важно дело в том что evoke в свое время всех поразил причем владельцев не только range rover в россии но и во всем мире своим необычным внешним дизайном действительно было новое слово в дизайне и он привлек более 70 процентов новых клиентов то есть люди которые впервые покупали range rover они начинали именно с этой модели городская практичная стильная и задача дизайнеров и маркетологов конечно же с этой моделью сохранить эту привлекательность то есть сохранить ценность бренда что это внедорожник при этом сделать машину совершение лучше и технологичнее насколько это получилось мы сегодня с вами посмотрим и давайте обойдем эту машину вокруг посмотрим evoke получился довольно технологичным и есть многие элементы здесь которые мы уже видели например ржавер velar но вот эти ручки которые выезжают это конечно ровно оттуда я напомню что с этими ручками возникают вопросы зимой у российских пользователей они не всегда закрываются тут связано с тем что насколько много снега и грязи и льда тем не менее эти вопросы решаемы по ходу поэтому они здесь есть они убираются и машина сразу становится динамично это вообще какой-то тренд убирающиеся ручки он здесь сохранился если мы посмотрим на пропорции он очень сбитый под жарой обратите внимание на огромные колеса которые здесь стоят мы сейчас едем на таких колесах и это 21 диаметр на них автомобиль или достаточно комфортно это очень важно потому что машина стала мягче об этом мы с вами поговорим уже потом за рулем но в целом есть обратить внимание на заднюю часть то как и спереди задняя оптика стала сильно уже теперь двухсекционные задние фонари нет единой линии стоп-сигнала которая сейчас тренде в моде но зато сверху вот эта полоска стоп-сигнала сохранилась она здесь тоже большая и в целом он такой очень под жарой сбитый мне нравится внешний облик этого автомобиля он хорошо узнаваем в потоке его ни с чем не спутать при этом он действительно современный но кроме того обратите внимание вот на этот плавник акулий плавник который есть у многих здесь встроена камера заднего вида это не просто камера заднего вида это зеркало салонное зеркало которое можно в общем-то пользоваться с камерой это придумали не в лэндровере придумали наверное первые в кадиллаке давайте потом посмотрим в салоне как все это работает за счет того что модель чуть-чуть выросла добавилось место багажнике немного здесь пятьсот девяносто один литр вот посмотрите вещи коллег ну машина французская здесь видите должен быть маленький огнетушитель обязательно багажник не огромный но здесь есть докатка потому что это автомобиль все-таки подразумевает какие-то путешествия выезд на бездорожье поэтому никакого герметика именно докатка как мне кажется он действительно небольшой то есть в качестве семейного автомобиля можно рассмотреть другие машины статистика англичан показывает что вообще 40 процентов владельцев этих автомобилей вообще не женаты и не имеют семьи это одиночка который покупает машину для себя поэтому огромный багажник им не нужен в то же самое время ну какое-то барахло сюда войдет коляска даже может поместиться в этой версии есть кнопка привода багажника в самых простых версиях европейских ее нет тем не менее все функционально все довольно здорово сделано и еще раз хочется обратить ваше внимание первую очередь на дизайн насколько сбит этот автомобиль насколько он хорошо выглядит я думаю что мы вам сейчас покажем какое-то фирменное видео потому что эта машина только что проехала бездорожье оффроут и она немножко испачкалась мы проверяли его на бездорожье он действительно может чуть больше глубина брода теперь 60 сантиметров на 10 сантиметров больше и соответственно чуть-чуть увеличился дорожный просвет не знаю для европейцев это неважно для нас россиян которые по-прежнему на таких кроссоверах пытаются штурмовать какой-то бездорожье это очень важно один важный момент который я забыл в этом поколении уже больше не будет трехдверной версии на ней решили сэкономить можно взять какую-то индивидуализацию еще что-то но крутой трехдверки которая была на старом и воке увы здесь уже не будет ну что же давайте пойдем посмотрим что внутри посмотрите на интерьер этого автомобиля есть знакомые вещи но они в тренде они современные конечно же для того чтобы все это увидеть нужно завести машину давайте запустим двигатель слышите у нас дизелечек и сразу выезжает вот эта большая толстая стеклянная панель это система touch pro 2 которая впервые была показана на веларе и сейчас собственно будет я так понимаю на многих моделях рейндж роверов вот эта парящая стеклянная панель причем она сделана из единого куска недостаток конечно есть ведь она оставляет пальчики с этим ничего не поделать нужно с собой возить какую-то варежку чтобы все это стирать но к сожалению вот так но она очень крутая она здорово сделана она чуть шустрее как обещают ландровере вроде действительно каких-то видимых проблем мы пока не испытывали работает все и навигация и какие-то другие системы вот можно подключить телефон android apple carplay все это естественно есть на что хочется обратить внимание помимо вот этих модных систем вентиляции обдува которая здесь есть левое колесо отвечает за внедорожные режимы то есть если на него нажать тут можно выбирать вот эти вот внедорожные режимы движения эта функция тоже реализован также вот на веларе кроме того здесь в этой системе есть интересные особенности в частности на этой машине появилась функция прозрачного капота надо зайти во внедорожный режим принять ответственность на себя и нажать помощь водителю обратите внимание что теперь есть три камеры которые готовы воссоздавать пространство у вас под колесами спереди и сзади это очень полезно на бездорожье при движении вперед и назад но и в городе где-то как этим воспользоваться вот нажимаем клавишу и обратите внимание что фактически я вижу то что происходит под колесами я не знаю как эти камеры будут работать когда их забрызгать грязью еще каким-то образом но то что эта технология внедрена здесь это уже очень круто и я думаю что мы очень попозже попробуем реальный вид прозрачного капота обратите внимание что нет никакой шайбы прощая шайба как и в ягуар епс девятиступенчатый автомат с нефиксируемым рычагом то есть это вот фишка который по моему все таки пришла моду на нее из бмв очень адекватная понятная вещь вот кстати такой рычаг похоже сделали в volvo xc40 он там работает не очень адекватно на мой взгляд здесь все четко понятно круто так как наверное хотелось видеть многим клиентов еще одна вещь которая пришла сюда явно из велара это конечно вот этот руль с сенсорными панелями обратите внимание на клавиши здесь их можно нажимать вот эти диски сверху а можно например если это касается громкости магнитола вот так вот вращать просто прикасаясь к дисплею и соответственно громкость будет уменьшаться или увеличиваться эта фишка сюда тоже перекочевала она сейчас модно на в тренде ей пользуются клиентам это нравится это некий такой хайп модная вещь и такая машина как и бог не могла его не получить крутые отделочные материалы понимаете что заказать можно все что угодно вот здесь alcantara как на каких-то гоночных рулях автомобилях так и хочется одеть гоночные перчатки чтобы управлять этим автомобилем чтобы руки не оставляли следов а вот здесь особый какой-то материал тоже довольно интересный ну и салоны отделаны исключительно какой-то тканью вот это что-то похожее на джинсу сверху кожа в общем вариантов отделки интерьера масса этим рейдж ровер всегда славился что ты можешь под себя заказать любую вещь при этом есть абсолютно простые варианты с кожаным простым салоном с обычным рулем и в которых нет многих опций вот у нас сейчас здесь большая цифровая панель куда можно вывести навигацию куча показаний приборов есть проекционный дисплей но базовая версия автомобиля на котором мы в частности едем с антоном ивановым у нас обычные приборы нет навигационного этого проекционного дисплея прошу прощения то есть такая база комплектация даже нет кнопки привода багажника здесь в этой машине все это есть хочется отметить как организовали пространство в этом автомобиле потому что действительно два подлокотника 6 разъемов юсб всего здесь вот два сзади еще два есть внизу полка для смартфонов нет беспроводной зарядки но туда действительно удобно бросить телефон неудобно им пользоваться в дороге тем не менее вот туда можно положить и он там достаточно надежно держится никуда не выпадает это классно новые другие дверные карты вот здесь вот обратите внимание как исполнена часть автомобиля я чувствую что дизайнеры потратили огромное количество времени на то чтобы проразработать эту дверную карту так как она есть сюда с одной стороны удобно положить руку локоть лежит слева справа то есть вы можете нормально разместиться за рулем в дальней дороге при этом понятно что это сделал очень красиво то есть действительно каждый элемент проработан для рейндж ровера это очень важно потому что здесь все прежде всего про ощущения про качество автомобиля только потом уже про какие-то остальные вещи в этом смысле машин действительно современные продуманные ну вот то самое салонное зеркало и вы здесь можете выбирать либо выбрать обычное зеркало либо вот повернув движением вот эту вот направляющую пожалуйста эта камера обратите внимание я никуда не подвинулся в общем вот пожалуйста картинка там какие-то люди наслаждаются видом если мы сделала так это зеркало вы наверно видите оператора технология которая уже есть у других брендов она реально крутая потому что камера работает четче лучше там есть какая-то влагозащита я не знаю как это работает в плохую погоду но вроде как этот момент предусмотрели действительно этот четче это более широкий охват но эта технология которая должна была рано или поздно появится камера стоит дешево главное чтобы этот плавник с крыши у вас не украли большая панорамная крыша но это уже давно есть в рейндж роверах это круто это не люк это именно крыша поэтому хочется сказать что здесь в целом действительно так как должно быть это узнаваемый эвок он современный он отвечает последним требованиям то есть все последние фишки которые были в автомобилях рейндж ровер они здесь есть и даже больше вот эта система с прозрачным капотом она появилась только здесь соответственно сейчас вам должна появиться других моделях ну что ж ради приличия давайте присядем на заднее сиденье потому что хочется примерить как там сейчас нынче сидеть все-таки база нас немножечко выросла на целых два сантиметра пойдете посмотрим у нас как видите не самая бедная комплектация автомобиля тем не менее здесь вот сейчас в этом автомобиле на заднем сидении можно управлять только дефлекторами обдува но еще можно зарядить какой-то гаджет все больше здесь нет ни подогрева задних сидений хотя эта опция доступна до крем от контроля никакого здесь естественно нет достаточно все скетично хочу заметить что стало чуть-чуть просторнее в ногах это ощущается сразу я сел сзади себя посмотрите как далеко от стоят колени хотя сидение достаточно глубокое мне комфортно по высоте места но с крыши мне хватает с лихвой я могу сказать что взрослый человек сзади сядет совершенно спокойно другой момент что сиденье ничего нельзя сделать его нельзя подвинуть как в некоторых автомобилях нельзя отрегулировать наклон спинки тут этой возможности нет вовсе но есть конечно подлокотник это обычное дело с подстаканниками но это наверное максимум возможности еще раз повторюсь такие опции как подогрев заднего дивана должны быть доступны где кстати этот момент уточню но они должны здесь быть но вот опять же настроить что-то под себя здесь больше не возможно есть тоннель в полу он не очень большой но машина у нас полноприводные настоящими дорожник и шаренжовер поэтому направленно здесь находится по ширине место троим кстати должно хватить это не очень узкий автомобиль более того по ширине его никак не изменился так что я думаю здесь места хватит даже для семьи где скажем двое взрослых и двое детей детям сзади место будет с лихвой плюс повторюсь что в коленях место прибавился это тоже важно пожалуй все остальные впечатления уже в пути в дороге расскажу вам как едет эта машина ребята дизель эта песня честно говоря я дизель со стажем у меня уже 3 дизельной машины и пересел с бензиновой версии европейской мощной бензиновой версии сюда в дизельный автомобиль который здесь топовом исполнении ты понимаешь что он едет совсем по-другому да здесь другая система полного привода сзади стоит свободу дифференциал и отдельный пакет фрикционов на каждое колесо как в ягуар и пейс в топовых исполнениях здесь очевидно перенастроена подвеска то что мотор тяжелее и здесь адаптивные амортизаторы то есть можно поиграться с настройками подвески но самое главное как он едет этот дизель 240 лошадиных сил с бешеным крутящим моментом подхват адский просто у нас такого мотора не будет к сожалению нам привезут стандартный набор собственно версии это тот же самый двигатель гениум но только у нас будут форсировки 150 и 180 лошадиных сил я вот не знаю можно будет с помощью чем тюнинга как-то добавить этих лошадей сюда или нет но вот эта машина как мне кажется идеально подходит по стилю по характеру для тех кто любит приключения она экономична она динамична и при этом ты получаешь полноценное удовольствие от вождения раз уж посадили нас на такую тачку которая драйвовая хайповая да еще и парни тренируются крале акрополис наверное раньше здесь проходила когда-то это не бездорожье это просто грунтовка и здесь если что можно оценить это качество шумоизоляция автомобиля могу также заметить что на шоссе звук ветра который шелестит где-то по зеркалам очень хорошо слышно надо сказать что здесь есть какие-то ямки есть какие-то вот неплохой дороги и вот когда мы заезжаем кстати то колесами попадая на эти камни естественно чувствуется что-то ощущение какие-то есть подвеска не пробивается но это не бронебойность внедорожников когда можно мчать просто вообще не обращая внимание на дорогу нет это все-таки городской автомобиль подвеска зажата в пользу управляемости и нужно все-таки смотреть под колеса куда едешь очень скользкая резина обычная гражданская пирелли это действительно есть куда падать поэтому не хулиганим полный привод система точно такая же как у югары пейс то есть через муфту передается момент на задние колеса но вот версия автомобиля система разная например в топовых в мощных комплектациях здесь уже на задние колеса за каждый привод колеса отвечает отдельный пакет фрикционов то есть как бы она более умная и готова более оперативно срабатывать есть под одним задним колесом например скользкая поверхность под ругином твердая в общем перераспределение момента происходит более эффективно и тяга распределяется более грамотно и можно ехать более уверенно по бездорожью про бездорожью поговорим отдельно у нас сегодня где-то будет оффроуд участок возможно даже с бродом машине добавили 10 сантиметров глубины то есть теперь он умеет нырять на 60 сантиметров зачем это нужно городскому паркетнику непонятно но это фишка лондровера все автомобили даже ягуар в эту ударился должны иметь повышенные возможности бездорожье тут и внедорожный круиз-контроль всевозможные помощь при движении как вперед так и назад но оффроуде трогаться и ехать можно с помощью этой системы ну и соответственно вот эта история с бродами с контролем глубины брода когда тебе датчики специально показывать на какую глубину ты заехал здесь как-то усилить систему вентиляции именно специально для того чтобы может быть брода проезжать на большей глубине что там прикрыли вот пока вот так российские спецификации автомобилей будут отличаться от тех что мы здесь видим ну конечно по оснащению по салону мы по двигателям у нас все начинается с дизеля 180 лошадиных сил у нас будет 300 сильный гибридный вариант конечно будут бензиновые моторы тем не менее оснащение я уверен что будет более богатое потому что здесь мы видим совершенно непонятно для нас для россиян довольно пустые автомобили с дорогими опциями касающимися безопасности но довольно простыми по салону у нас такого конечно скорее всего не будет мы практически рынок если не номер один то точно номер два по этому автомобиля так что друзья я думаю что совсем скоро мы увидим российские версии уже у нас на дорогах будет еще какой-то небольшой тест в российских реалиях там и подвесочку проверим посмотрим как все это живет зимой в условиях настоящей зимы а не этой греческой и сделаем какой-то свой вердикт ну и конечно вы первые владельцы этих автомобилей будете рассказывать о том как они на самом деле ведут себя на дорогах у меня на этом все комментируйте ставьте лайки подписывайтесь на канал это была агрессия павел федоров и blitz тест-драйв нового range over evoke